всем здравствуйте это политика онлайн я александр шелест мы продолжаем работать несмотря ни на что и включать наших экспертов гарри табах с нами на связи гарри здравствуйте привет родная политика мы мы родная политика но знаете на нашу родную землю вторжение вот уже десятые сутки подряд украина противостоит путину и конечно же многие смотрят в сторону америки есть даже конспирология что мол договорились путин и байден есть конспирология о том что зеленский несамостоятельная фигура насчет геополитических масштабов нашей трагедии что думаете вы я думаю что это трагедия всего мира не только соединенных не только украины просто на сегодняшний день украина это кто расплачивается за все вот эти вот решения за эти политические игры за эти сговоры за эти договорники за эту всю игру за за то что вот не буду никого в винике пальцем показывать да я тоже был один из этих который был да нет войны не будет войны не будет это глупость да почему потому что я что же не могу читать я не мессинг я не вижу я только слушаю кого-то и делаю какие-то выводы как и все остальные но то что меня часто спрашивают на всех программах сейчас и даже на fox news я только что было и и newsmax это такие у нас правые новости в отличие от там cnn и nbc и остальных они говорят ну как же так а почему америка не хочет закрыть небо а почему америка нам не дает вот это и это ведь могут могут и наши самолеты могут садиться на аэродромы которые начать ночью где они не должны быть освещены у нас и на маленькие и давать оружие которое прикроет и небо и землю чтобы не гибли украинские гражданские что еще нужно да вот как оказалось бы уже что я не знаю ответа я не знаю ответа почему наша власть сегодня при первой же возможности сняла санкции с северного потока наложила санкции на наш северный поток подняла цены на нефть дала кислород я не знаю я не знаю почему нынешняя власть сразу же урезала военную помощь украине не прислала посла за больше чем год даже не прислала представителя какого-то до сих пор нет посла почему она это делает власть я не знаю вот надо спросить у тех которые все время горлопанят у вас и до сих пор спасибо байден байден пройдет порядок на виды то же самое с тайванем то же самое с израилем сразу начали бомбить израиль почему это происходит сговор но я не верю в конспирологические какие-то заговоры почему когда ваш президент ваш президент слава и хвала ему честь этому человеку клоун актер кем его еще только не обзывали не украинец там ну и все остальные проклятия молодец весь мир на него сейчас смотрит вот у чудака яйца железные оказались они рассчитывали что он сбежит что он расплачется такой клунишка знаете хи 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 ха 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 не хи хи ха 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 он вот нам бы такого сейчас президента который принимает решение непопулярное решение не дрогается но в голосе даже нету никакой паники ничего настойчивость и напористность молодец командир лидер почему у нас такой почему наши взяли и бросили всех ваших вот в посольстве я не понимаю я не знаю кто это зачем они это делают я вы понимаете о ком я говорю александр у нас в посольстве работают ваши люди в граждане украины они работают секретарями вот многие в консульских отделах охранниками вот если вы ходили получать визу американское посольство они работают охранниками проверяют они поварами у нас работают шоферами работают они как бы и мы все время гривы наша семья вы часть нас вы часть нашей американской семьи мы американцы своих не бросаем самый фильм который ненавидит больше всего путин это спасение рядового райна эвакуировали посольство и бросили всех вот сейчас они мне звонят и берет нас бросили даже там денег не оставить индивидуальные люди дипломаты понятно что среди них есть тоже порядочные люди они им помогают из собственного кармана еще как-то пытаются их увести понятно что конечно не дай бог русские зайдут и займут они будут первые которые будут на его их списке для для ареста они же работали на американцев это же война с америка а мы небо не прикрываем оружие как такового не даем дала я не знаю почему европа дала миги украинцам летать украинские летчики приехали сюда в там в польшу сидят и ждут смотрят на этими и кто-то сказал они говорят на то сказал не давать их чтобы они слетали с польских аэродромов больше виды нет мы не про кто это сказал кто это в нато мог сказать почему байрактары эрдоган дал 300 штук привезли 100 чем-то потом он дал заднюю кто-то на него надавил неужели путин не думаю опять кто это думаю сегодняшняя американская власть зачем почему до сих пор сегодня да вот эти санкции из ада мы вводим вот он очень жестко так и строго сказал что россии там путин у меня не просидит долгого власть я-то с ним буду жесткий а мы сегодня покупаем нефтью россии по вот этой высокой цене почему не дать приказ отставить свой день дать отставить свой старый приказ с 20 января прошлого года как только пришли к власти и начать у нас добывать нефть и газ и опустить цены такие как были прибывшие власть прибывшие администрации я не можете говорить что трампист это факты сделайте это закройте небо вы думаете что сейчас на факс нельзя выступал они говорят но закрыть небо это же третья мировая война это же тогда это же мы загоним его в угол это же он будет огрызаться загнали в угол крысы и убить ее лопатой вы думаете что обойдется эта война что каким-то образом как ну чуть-чуть чехословакии ну пусть поделит польшу со сталином они успокоятся накормятся ну немножко евреев поубивает своих же не наших ничего стране нет где имеем дело с маньяком с параноидальным психопатом если танки могут стрелять по ядерным реактором вы же понимаете что какое что пока если он может бросать на жилые кварталы кассетные бомбы вакуумные бомбы вы же понимаете что следующее он показывает я ядерное оружие использую и с ним не договориться это не это не в себе человек который сидит за столом за четыре метра от других правда два генерала погибло уже говорят а третий еще там суицидом сделал понятно что это как он в бункере сидит гитлера и орет на своих генералов когда они идут дела как надо что он и они кажется блэцкрик захлебнулся они думают но слушай товарищ гитлер мы же тебе говорили что не надо советский союз нападать в там феврале там во время зимы там застрять мы стебе а ты нас не слушал но они этому не говорят но они это думают а конечно они начинают идти генералы выполнять работу майоров полковников даже капитанов потому что что некомпетентны одни приказы не сходятся с другими застряла захлебнулась кому считают командиров трусами выходит а снайперу меньше минуты займет вычислить кто он такой когда все вокруг него начинают кружить и снимали вот два снайперс не молодцы ваши ребята профессионально действует двух двух боеначальников нету трех даже можно сказать понятно что идет раздор понятно что это но все равно все равно мир должен осознать что в украине только столько смелой крови она тоже когда-нибудь закончится это орда она бесконечная с владивостока они сейчас с дальнего востока они сейчас тянут войска тоже видимо уже им не хватает вот этим железом старым и ракетами бомбами танками они хотят укатать украину они они не ожидают они не ожидают никто не ожидал да я сам как я сам все время пропагандировал то что через украину не пройдут украина будет драться и вы это показываете даже я не ожидал такого такой стойкости и такого патриотизма и такого профессионализма но мало все равно оружие вам нужно нужно одними телами не отделаться оружие нужно высокоточечная разведка нужно спутники нужны самолеты нужны пво нужно поздно поздно но лучше поздно чем никогда но запад боится боится разозлить маньяка не понимая что уже с них не договориться с ней эту крысу можно только лопатой грохнуть теперь будем и вот малодушность сейчас не надо чтобы что чтобы психопат сдох у него один план в конце концов уничтожить украину уничтожить украину я думаю что у нашего лидера уничтожить америку уничтожить свободный мир беларусь сдалась узурпация беларуси прожисла в казахстане тоже в грузии тоже принципе во всем мире так узурпирован в америке тоже власть узурпирована вот осталось несколько таких очагов тайвань украина мешает она им потому что что за пример они подают на сегодня весь мир конечно смотрит на украину но пока что смотрит вот реальной помощи я не вижу да мы перекидываем там через границу и то и другое ваш президент благодарит и тех и этих но это все гуманитарка по большому счету оружие дать зубы дать инструменты украинскому народу понятно что никто не ожидал ну может быть кто-то ожидал там кого мессингские есть таланты что такое будет но я в страшном сне не мог такое подумать что будут бомбить харьков что будут бомбить ядерные объекты что будут кассетные бомбы что будут вакуумные бомбы это все нарушение женевской конвенции опять же россияне или русские не знаю как называть если правда есть такой народ но ребята вы не понимаете чего творить вы не понимаете генералы вот один вроде застрелился хватило духу офицеры вы не понимаете что вы совершаете военные преступления это нельзя делать вы скажете мне сейчас как же американцы тоже используем да мы использовали но это когда была стопроцентная гарантия что же гражданского населения вокруг нет что это пещера в тараборе которые сидят террористы талибан или алкайда или игил только тогда когда тысячу раз проверили вы же вы понимаете что проводят параллели с белградом русские пропагандисты белграде везде не везде не смотрите белград смотрите вот как поступало мира гради нам так можно нет в белграде не было ни кассетных бомб не вакуумных бомб белграде было предупреждение тысячу чтобы остановили бомбард на убийство гражданского населения они конечно говорят что тут тоже фашисты убивают гражданское население издевать но там же были доказательства там бы там были примеры там были беженцы которые говорили где беженцы которые бегут в россию с украины сейчас и говорят нас здесь убивают фашисты где они покажите их а здесь пожалуйста посмотрите сколько беженцев говорят русские нас просто топят в крови это две разные вещи вы думаете что это международном трибунале пройдет не пройдет не господа так называемые офицеры вы все попадете под трибунал военный за военные преступления если это последнее что я смогу сделать своей жизни я это сделаю я буду добиваться этого я с вас погоны буду срывать лично скажи нервности здесь очень важный момент я хочу задать вопрос потому что как остановить путина это наверное вопрос который задается этим вопросом весь мир вот что вы можете сказать я не буду здесь вам как американскому гражданину к американцу да там в укор ставить там компанию кока-кола или какие-то там еще о которых вы выше упоминали компании мне просто вот интересно вот то что сейчас происходит в россии это действительно то что реально может остановить отмотать назад или он уже не остановится он не остановится принимать что-то другое он не остановится это гитлер это сталин он нажмет на красную кнопку он все сделает чтобы чтобы доказать это карлик но в плохом смысле слова не хочу говорить о людях маленького размера но понимаете что это человек человек обиженный опущенный оскорбленный который вы наверно били каждый день он психически ненормальный он не потерпит в своей голове никакого унижения никаких оскорблений никаких опущений никаких проигрыш них ни в чем ни в чем он паран параноидальный он сидит со своим на международных совещаниях президент сидит со своим со своим стаканом ходит в свой туалет сидит на расстоянии понятно что он псих он параноидальный псих и его конечно же не остановишь его можно остановить как сказать как сказал наш сенатор линдзи грэм конечно россия возмущается и требует его под суда дать линдзи грэма потому что путин это избранный президент россии демократически избранный президент россии понятно всем да его можно убрать только его нужно убирать вот просто физически истребить это это не человека кто это может сделать вот здесь вопрос кто это может сделать в россии найдется генерал дэк в россии найдется фельдмаршала ромаль или или полковник штафенберг не думаю вот я еврей я не имею там никаких больших там этих симпатий фашистской нацистской германии там было эсэсовцы как в советском союзе нквдшники там были гестапо и так далее были вот эти фанатики эти промытые мозги простых людей обыкновенных людей там были еще и офицеры с первой мировой войны там были люди офицеры которые давали присягу народу которые давали присягой германской конституции как эти они понимали что они в какой-то момент поняли что он уничтожает в первую очередь немецкий народ немецкую богатейшую культуру гетте и так далее и они готовы были отдать свою жизнь не для того чтобы убедить а для того чтобы спасти германию это хочу сказать русские или россияне я не знаю как вас уже назвать у вас есть люди которые давали присягу народу которые давали присягу россии вы себя то вы не думайте как себя украина будет спасать украина себя спасет она уже себя спасла здесь народ он посмотрите как они стоят у военкоматов и все ждут чтобы на оружие выдали а его не хватает так парни молодые старые привозят границы своих детей и жен бросает их там и садятся в машину едут обратно вот это народ у вас есть народ или вы все-таки быдло которую за 150 лет так и не смогло генетически что-то создать не понимаю есть эти офицеры есть эти приближенные кругу которую эту крысу могут добить который уже загнано в угол или вы будете вот этими рабами вечно не понимаю не знаю но как я вижу от него избавиться и его остановить можно таким одним путем который который объявил наш сенатор лэнзи грэм на которого сейчас посыпались все проклятия ты хочешь третью мировую войну да уже началась эта третья мировая война дождались дотянули это надо было прекратить в двухтысячных восьмом году за место того чтобы присылать клинтон с красной кнопкой перегрузки перезагрузки или перезарядки как написали их надо было остановить я понимаю еще когда там он устроил геноцид чеченскому народу все подумали ну ну это так это внутренне ну чеченцы там давайте поверим что они все террористы ну легко бы ну все там все евреи плохие но сейчас это людям быстро можно это забить в мозге это понятно но уже после грузии эти иллюзии должны были пропасть они пропали после крыма и донбасса ну уж точно а сейчас я не теперь уже поздновато или уже поздновато теперь надо уже гарри давайте все-таки о американском подтексте всей этой истории все читали вашингтон пост о том что украинцы не так себя гуманно ведут с пленными и вот такие достаточно критические материалы выходят уже в американской прессе в адрес украинцев и у страны которая обороняется страна на которую напали страна которая защищается как может это вот дать такие первые звонки пошли я бы хотел вам задать вопрос по поводу вот вообще отношения американцев вот сейчас к русским как вы думаете вот вы насколько глубоко может может реально америка ударить по не россиянам хотя там и по россиянам тоже а именно по истеблишменту и действительно что-то изменить или мы сейчас наблюдаем просто очередной передел очередную там какую-то линию которую кто-то где-то когда-то взял нарисовал на мир и собственно к этому все и идет есть ли реальные возможности у америки потому что нам там зудели уже сколько сколько зудели про внешнее управление что мол мы все под американцами мы все под американцами ну так и что ну если америка не может изменить то никто не может изменить пока что мы флагман мирового общества ну наш капитан нашего флагманского корабля уснул за штурвалом или обдолбался но его окружение старпом там и все остались вся команда этой наш титаник ведет на айсберг не понимая или понимая дело это специально потому что такой большой корабль надо потопить конкуренции многие не знаю но я хочу вам поправить вас одна вещь что меня очень постоянно раздражает с вашим братом Washington Post New York Times CNN это не американская СМИ это СМИ демократов это рупор демократической партии конечно же они сейчас будут винить кого себя Байдена в жизни вы виноваты вы плохо относитесь к россиян вы их довели вам же говорили подпишите минские договоренности все будет хорошо откажитесь навек что вы никогда не будете в НАТО вам что жалко было что ли вот вы виноваты во всем сейчас они все это переграют они же ни одного слова плохого про Байдена не скажут или про его команду глупо это об этом думать но я опять же обращаюсь к украинцам украинцы братцы New York Times это та газета которая печатала что голодомора нет что это придумано что это пропаганда против товарища Сталина против социалистического строя который честный всем поровну и социально социальное равенство со всеми это печатал New York Times когда у вас люди ели своих детей они печатают что этого ничего нет это New York Times это ваш ну то же самое Washington Post просто тогда был только New York Times это и CNN это все это дети вот этого New York Times читать Washington Post New York Times это все равно что пить из унитаза не пейте из унитаза не смотрите не цитируйте их порвите выкиньте эту бумагу даже не вытирайте ничего потому что заразитесь поэтому то что они пишут конечно же это будет скидываться вина на украинцев что вы сами виноваты как евреи были сами виноваты в геноциде в Германии в то время вот и и не докажешь ничего и не докажешь сейчас вот мне посыпется что этот трампист его не слушайте и все ничего не при чем тут трамп трампу уже скоро полтора года как он не президент при нем было тихо четыре года и в Израиле и в Тайвань и здесь из из Северной Кореи с Ираном ну что же сегодня наша администрация она дает 11 миллиардов долларов вы знаете это Александр что это но не вам не вам не вам Ирану Ирану за четырех наших заложников американцев которые Иран держит вот эти заложники были и вот сейчас пришло время их выкупить за 11 миллиардов долларов раньше позже не были вот сейчас это сейчас американское внимание сейчас на этом другого времени не нашлось и конечно же я думаю что теперь все террористы мира пожалуйста вы теперь знаете цену американским заложникам да вот хороший бизнес у нас теперь открылся и что Иран сделает Иран сразу же начнет брать других заложников и сразу начнет свою ядерную программу продолжать и сразу посыпется бомбой на Израиль сразу же Хамас вас была Алкайда и ИГИЛ все они поднимут голову все не объясняйте мне разницу между сумми и щи прекрасно знают но от Ирана все это пойдет за наши деньги но это не наши деньги как бы их деньги которые заморожены но все равно они их размораживают это считайте что это наши деньги потому что это доллар это с экономисты там объяснят я не хочу сейчас не в свое дело лезть но за место чтобы дать оружие на деньги Украины Украине дается Ирану за четырех заложников американских вот такая у нас администрации сегодня и опять же хочу вернуться к тому что вот посольские ребята которые у нас служили вот их бросили знаешь это же всегда было что американцы мы своих не бросаем и мы сами я сам когда служил в посольстве я относился к местным работникам в России что это наши они наши ребята ну разницы большой нет но мы граждане они не граждане но мы все в одной лодке если не дай бог что случись я их не брошу я заберу с собой своего водителя свою уборщицу которые убирают у меня в кабинете операторов телефонов охранников которые охраняют нас и очень часто находят что-то человека с ножом то человека еще с чем-то то наркомана какого-то мы их бросили в Украине мы их бросили как и в Афганистане это неслыхано это никогда не было вот поэтому спрашивают меня вопрос почему Америка делает то или это или почему она не делает думаю что наша сегодня администрация не хочет свободного мира хочет ДОСАФа чтобы был ДОСАФ а Украина это такая козь в горле и у Путина и у вот это социалистической большевистской власти во всем мире получается что у нас надежда на Европу а в Европе те же самые сидят это все ДОСАФ это все что они обговаривали как сделать мир одним и равным и всем поровну и все одинаковые везде все за руку дружат и поют песню пролетарии или там интеллигенции всего мира объединяйтесь вот этот им свалился этот Трамп на голову откуда ни возьмись четыре года было по тормозам пришлось ударить поэтому они говорили все от Трампа надо избавиться любой ценой любой ценой и ваши говорили когда Трамп позвонил сказал расследуйте там может у вас коррупция была с этим нашим бывшим президентом при том который вам не надоложил санкции чтобы не вам не давали летальное оружие когда Крым у вас аннексировали началась война на Донбассе что его сын и четыре еще сынка из демократической партии здесь орудовали ну тогда говорили вы хотите поссорить нас с Америкой вы хотите поссорить нас с Америкой и любой ценой надо избавляться от Трампа вот эта цена я хочу сказать это цена которую приходится платить к сожалению за нее пока что расплачивается только Украина но думаю все весь мир тоже расплатится думаю что нам всем придется заплатить очень высокую цену за это Гарри а что Китай потому что пробежала новость о том что Китай увеличивает военный бюджет 280 кажется миллиардов долларов то есть это серьезное увеличение бюджета военного для Китая и они имеют на это полное право если вы их спросите а зачем вы увеличиваете бюджет военный скажешь так смотрите что творится у нас сосед какой агрессивный это же их сосед тоже поэтому они имеют права а в принципе только у одних растет ВВП только у одних экономик развивается сейчас у китайцев сейчас у них закупаются и Россия все у них закупают и Запад у них все закупает они в шоколаде и они сидят и смотрят как все передерутся а потом они зайдут и все заберут себе вот я это вижу так они сидят мое было предположение что если один из ста шанс что Путин все-таки пойдет вот в эту вот лобовую атаку полномасштабную войну что у меня в голове не помещалось генерал Петреус генерал Майтос говорили но этого он не может сделать это глупо это приведет к третьей мировой войны и он не получит ничего он это сделал то я предполагал что Китай в этот момент или чуть позже нападет на Тайвань и использует вот это нападение России на Украину как отвлекающий маневр думаю что это еще нельзя убирать радаров потому что думаю что Китай сидит и смотрит наблюдает как Запад отреагирует на Путина что будет какая будет реакция если реакция будет такая как сейчас почему бы ему и не войти и не забрать Тайвань и все Гарри я по поводу американской разведки хочу задать вопрос вот многие и в Украине вот просто мы забываем на самом деле эти десять суток они изменили вообще мироощущение украинца мир никогда не буду во всем миру мир никогда не будет таким уже какой он есть в России точно исходя из этого вот все как-то вот вспоминают вот эти прогнозы да которые американская разведка британская разведка давали с датами конкретными с характером атаки россиян сейчас ведь тоже публикуются вот эти данные разведки полу несколько суток Киев падет вот такие скажем так не очень приятные прогнозы как вы к ним относитесь Ну я всегда к разведке относился скептически иногда разведка врет иногда забрасывается дизинформация за один раз они дают правильную информацию другую нет третий опять правильно я могу делать только выводы из опыта своего личного или из опыта там исторического насколько я понимаю его или еще что опять же вот не считаю мы были введены в заблуждение ваш президент был введен в заблуждение потому что Байден выходит и говорит у меня есть точные данные что атака будет 11 февраля ее нет он говорит точно будет 16 у меня ее нету все военачальники все эксперты ну кроме может быть единиц каких-то говорят да нет не похоже но не видно что позиции у него нет и войск у него недостаточно и вообще зачем ему это надо смысл цены на нефть высокие надо в Украина в НАТО не вступает Грузия там Казахстан Беларусь под ним что чего он везде рукопожатный его теперь везде приглашают звонят в Украине посла нет чего он зачем ему это все нужно все ну неправильно а потом 24 начинается атака значит правда они правда знали и Байден правда знал правда датами путался если он это знал ваш президент говорил если вы знаете точно так давайте приимтивные санкции введем какие-нибудь сделайте не постварк а тот говорит ну если будет значимое внедрение если незначимое будет это одно то это другое но оно будет так введите санкции сейчас заранее сделайте что-то за чтобы он не делал чтобы он понял что с ним серьезно а вы эвакуируете посольство и бросаете всех значит он говорит ну окей все открыто меня все боятся мне ничего не было с меня как с гуся вода была с Чечнёй с Грузией со сбитым Боингом малазийским с Крымом с Донбассом мне все как с гуся вода наоборот санкции с меня сняли с северного потока на американские наложили цены на нефть подняли спасибо все 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 прекрасно оружие это и сейчас еще бегут от меня еще не успел их напугать они уже все смотались свалили этого не было ни в четырнадцатом году не в восьмом году в Грузии этого не было даже в Афганистане заходи сейчас мне конечно сейчас меня будут встречать с хлебом с солью в вышиванках петь петь славянку в мои танки встречать и конечно он ушел он начал это мы этого не ожидали теперь что ожидать дальше возьмет он не знаю не знаю я не думаю что украинцы пропустят его будут продолжать здесь но он будет сжечь он будет травнять него есть небо не закрыто небо не закрыто он будет и у него все-таки сильнее авиации ракеты все у вас в конце концов когда-то закончится патроны а как бы вы смелыми не были какими героическими не были патрон его закончится знаете но это же не анекдот какой-то же не смешно да когда пулеметчик стреляет и говорит товарищ комиссар у меня патроны закончились ведь не забывайте что вы коммунисты пулемет опять застрочил такого не бывает я тоже хочу вам сказать не забывайте что вы украинцы батька наш бандера и у вас пулемет опять застрочил не будет этого патроны закончится а запад сидит выжидает что выжидает я не понимаю зачем выжидает пока украину зальют крови опять же должны встать восстать народ должен выйти на улице должен требовать от власти но все боятся никто не хочет своих сыновей себя терять пока что за счет украины мы это делаем но я думаю что долго за счет чужой крови мы не сможем это сделать не запад вы говорите встать восстать в америке в америке в европе люди должны сказать останавливай путина ты сволочь обещал что путину власти долго не придержится когда ты будешь президентом ты обещал нам всем не только украинцам а нам в америке всем обещал что когда ты придешь к власти ты не будешь таким с ним ласковым как трамп был что он долго не будет это не будешь таки такой куклой этой марионеткой так что же получается но вот сейчас он выходит что мы сейчас такие санкции вели все до путину пофигу все эти санкции ему пофигу если 20 30 40 50 100 миллионов людей погибнут ему это до одного места человеческая жизнь в россии стоит ровно ноль сам будут они голодать будут они мерзнуть будут они дохнуть как мухи ему пофигу это 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 маньяк это абсолютно маньяк бояться загнать крысу в угол вот сейчас на факс news мне сказала ведущими страшно за меня говорит сын у меня дети у меня семьи страшно загнать эту крысу в угол так она вас укусит и отравит это бешеная собака что с бешеными собаками делали я очень люблю собак кстати но все равно бешеных собак стреляют найдется такой человек в россии молю богу нашелся финале финале нашего разговора я очень благодарю всех кто досмотрел до этого места и поставил лайк вот уже пишет комментарии опубликовал комментарий для нас это очень важно потому что это поддержка все равно мы работаем исключительно вот на вот таких вот своих внутренних ощущениях того что молчать сейчас нельзя нельзя и нужно говорить с экспертами нужно делать эти видео нужно показывать разные мнения и вот мнение гарри табаха в конце нашего сегодняшнего включения гарри и когда это все закончится это никогда не закончится это жизнь это закончится когда мы устанем от этого и скажем все конец когда это будет к сожалению исторически так сложно это когда всем надоедает и понимают что все равно помрём все равно нас он они нас убьют когда ты говоришь все надо 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 воевать хотя бы какая-то часть из нас но в украине понятно это показатель сегодня весь мир смотрит на украинке они говорят пусть нас убьют но мы не будем умирать на коленях мы лучше пойдем на пулю чем будем стоять на коленях и будем ее ждать вот когда многие в мире это осознают и будут примут это и тогда понять поймут что сегодня мы все украинцы сегодня нету разделение на на границе есть зло есть добро есть правильная сторона история есть неправильная сторона мне многие пишут что тебе это украина так же там не родился у меня никого родственников нету украины когда я не был так это не украина так же как и израиль так же как и тайвань это те которые борются со злом вот хотите участвовать участвуйте не хотите не надо делить на национальности на границы на какие-то на цвет кожи есть зло есть добро вот возьмите сторону добра а не делите себя на о это не мое это не моя хата с краем но к сожалению мы еще не созрели к этому поэтому когда меня начинают ругать вот табах причем тут трамп причем тут байден причем тут американская мы деремся с путиным ты снимаешь ответственность путина я не снимаю ответственность путина крышу это крысу надо лопатой грохнуть но поймите что то что происходит в америке сегодня так мир сложен то что происходит кого выбирают в америке кто становится главой америки это имеет влияние на всех на весь мир на украину на израиль на тайвань на на всех американская политика влияет на всех политика зимбабве не влияет на украину украинская политика на америку не влияет а американская влиять это не я придумал поэтому когда говорят ну а что то кто чего ну вот он просто это это внутренние разборки табах значит пропагандирует их внутренние разборки да потому что наши внутренние разборки заканчиваются вот этим вот где вот эти вот все эти комментаторы эксперты политологи журналисты где они все которые пропагандировали это которые говорили нет байден он и ты не говоришь подождите при нем у вас крым отняли прямом вас изнасиловали обокрали нет вот так и все почему зачем вот у них теперь спросите спросите у них зачем их слушать зачем читать new york times или вашингтон пост врали врали или ошибались ли просто полезные идиоты не знаю ли за деньги засоровские за какие-то делали ли за пизо за путинские не знаю мне никаких доказательств нет у меня есть только факты что было при обаме байдене что было при трампе и что сегодня опять прибавить не хотя пытаются обвинить трампа в этом что это трамп был мил с путиным это трамп был его другом он что был мил с ним в восьмом году он что был с ним мил в четырнадцатом году может когда так он был с ним мил закрыл все консульства опустил цену на нефть наложил санкции на северный поток размазывал нато и меркель по папа по тейблу когда они строили северный поток говорил им как это вы делаете северный поток с ними оплатим за вашу безопасность мы нато и все тогда он пытается поссорить нас нато поссорить с нашими союзниками но теперь вот мир видите поэтому влияет очень влияет наша политика внутренняя на вашу внешнюю но хочу сказать что ваш президент молодец молодец я думаю что он войдет в историю украины тоже знаете когда не ожидаешь иногда такого и благодарю вас гарри табах спасибо видео на политике онлайн будьте вместе с нами держимся дорогие держим строй и не падаем духом и политика стоит то и будем крепки как никогда будем благодаря вашим просмотрам и тем что вы рядом с нами до скорого и все будет украина слава украине